Всем привет! В этом видео я покажу как включить экранную клавиатуру в операционной системе Windows, как ее настроить, как активировать автоматический запуск экрана и клавиатуры при входе в систему и как ввести пароль при входе, когда основная клавиатура перестала работать. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Помимо физической внешней клавиатуры, в операционной системе Windows есть встроенная экранная клавиатура. Для ее использования не нужен сенсорный экран, она отображается на экране и для управления достаточно будет использовать мышь или другое управляющее устройство. Экранная клавиатура может понадобиться, к примеру, если у вас стоит пароль при входе в систему или нужно срочно воспользоваться компьютером, а основная клавиатура перестала работать и нет запасной. В таких случаях она придет вам на помощь. Чтобы ее открыть, в поиске введите экранная клавиатура и запустите. Клавиатура со всеми стандартными клавишами появится на экране, после чего ее можно будет использовать для ввода текста. Она будет отображаться на экране, пока ее не закрыть. Также ее можно открыть, нажав меню «Пуск» и найти папку «Специальные возможности». В Windows 7 она находится в «Все программы», «Стандартные», «Специальные возможности», «Экранная клавиатура». Однако в Windows 7 ее может там и не оказаться. В таком случае нужно будет зайти в панель управления, «Программы», «Программы и компоненты» и в меню слева выбрать пункт «Включение или отключение компонентов Windows». В открывшемся окне отметить пункт «Компоненты планшетного ПК», после чего она должна появиться в папке «Специальные возможности». Еще один из способов открыть экранную клавиатуру – зайти в «Параметры», «Специальные возможности» и там выбрать пункт «Клавиатура» или активировать «Включение экранной клавиатуры» или же нажав сочетание клавиш «Windows плюс R» и в открывшемся окне написать «ОСК». Здесь нажав клавишу «Параметры» откроется окно с настройками, где ее можно будет настроить под себя. Если активировать «Выводить звуковое подтверждение» будет слышен звук при нажатии клавиш. При активации «Показывать клавиши для упрощения перемещения по экрану» появится ряд клавиш для быстрого перемещения клавиатуры. А при «Включить цифровую клавиатуру» клавиатура дополнится еще и цифровой. Также есть несколько режимов активации клавиш. К примеру, в режиме «Нажатие клавиш» клавиши активируются нажатием мыши. А в режиме «Наведение указателя на клавиши» символы будут вводиться при задержании на них определенное время. Режим сканирования клавиш – самый неудобный и долгий способ нажатия на клавиши. Его стоит использовать, если два первых не подошли. Здесь нужно выбрать скорость сканирования, затем устройство, и клавишу для сканирования. Принцип его работы заключается в том, что при нажатии заданной клавиши начинается сканирование клавиатуры, и когда сканирование дойдет до нужного ряда, нужно еще раз нажать эту клавишу. Далее сканирование уже будет производиться по выбранному ряду, далее таким же образом дойти до нужного символа. Функция «Использовать прогнозирование текста» будет предлагать слова по мере ввода, и вам не нужно будет вводить слово полностью. А вторая будет автоматически ставить пробел при выборе слова. Клавиша Fn вместо цифрового ряда вверху выводит клавиши F1, F12. Кнопка «Закрепить» закрепит клавиатуру внизу экрана, а кнопки «Вверх-вниз» соответственно перемещают ее в выбранную часть экрана. Также ее можно увеличить или уменьшить, потянув за уголки окна, а при нажатии и исчезании она станет прозрачной. Для того чтобы экранная клавиатура отображалась автоматически при входе в Windows, в том числе и в окне ввода пароля, нужно зайти в панель управления, специальные возможности, использование компьютера без мыши и клавиатуры, здесь отметить пункт «Использовать экранную клавиатуру» и нажать ОК, а после зайти в пункт «Изменить параметры входа» и здесь отметить ввод текста без клавиатуры при входе. После перезагрузки клавиатура появится при входе в систему, на этапе ввода пароля и после входа в учетную запись. Если у вас вдруг при входе в систему перестала работать основная клавиатура и здесь нужно ввести пароль, это легко можно сделать с помощью экранной клавиатуры. Чтобы запустить ее, кликните по значку специальные возможности внизу экрана и откройте экранную клавиатуру, после чего сможете ввести пароль и войти в систему. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.